Блин, я сама испугалась, извините Корчица, корчица Мексиканская, мексиканская ASMR Давайте немного визуальных триггеров Визуальные триггеры Какой аромат Послушайтесь в этот звук Привет, друзья Сегодня я решила снять ASMR-видео И посвятить его теме специй Во-первых, я хотела бы продемонстрировать свою коллекцию специй Поговорить о них Какие специи мне нравятся И хотела бы попробовать в качестве ASMR-эффекта Потолочь горошина черного перца В ступе Надеюсь, это будет очень ASMR-но Ну-ка Для начала попробую для разогрева такой звук И, пожалуй, я начну Здесь у меня такие пробирки Красный Молотый чили Очень люблю, кстати, молотый чили Часто его, кстати, применяю в кулинарии Потому что я очень люблю острое Ну вот Он здесь такой Ненасыщенный красный Зачастую он такого насыщенного цвета Здесь он такой более Оранжевый, кирпичный Оттенок Не особо острый То есть просто добавляет пикантности Далее Черный перец Ну, черный перец, он, как правило В принципе, не такой уж острый Он именно для пикантности блюд Знаете, тоже я что хочу сказать Я не какой-то эксперт по специям Я просто хочу Поговорить о них Потому что очень много обычно добавляю специй Во время приготовления пищи Поэтому я чисто со своего взгляда Хочу о них поговорить Возможно, я очень много скажу Глупого и неправильного Но я не претендую на Специалист по специям Паприка сладкая Молотая Кстати, вот в этой коллекции Еще есть паприка Запеченная Она немножко отличается по цвету На самом деле Мне вот эту коллекцию подарили На день рождения Поэтому я еще не успела Испробовать эти специи Но Обязательно это сделаю Хмели-сунели Тоже довольно часто ее добавляю К мясу она неплохо, кстати, идет Хмели-сунели Базилик Базилик Честно говоря, не фанатка базилика Хотя Многие люди, подавляющее большинство Всегда к мясу, к шашлыку подают базилик Но честно говоря, я как-то Нейтрально очень отношусь к этой Траве Прованские травы Обожаю прованские травы Добавляю часто Их в какие-то крекеры Да и в принципе В какие-то другие Вегетарианские в основном блюда Очень хорошо Окрашивает, если можно так сказать Вкус блюда Подчеркивает его Естественный вкус Хотя у нее довольно Сильный самостоятельный вкус Который может даже Иногда забить Естественный вкус Блюда Укроп Честно говоря, не люблю укроп Вообще его никогда никуда не добавляю Но я знаю, очень многие Любят укроп И часто его используют В приготовлении пищи Но я больше фанатка Петрушки Петрушку просто обожаю Как в свежем виде Так и добавить ее в качестве Приправы Вот Собственно петрушка Если честно Я пока хотела бы сделать перерыв И отвлечься на Специи, которые Лежат здесь В пакетиках Давайте все-таки я Попробую потолочь Горошина черного перца Мне прям Не терпится это сделать Хотя здесь не написано Черный душистый перец Давайте попробуем Давайте попробуем Вообще я не люблю смотреть Свои ASMR Я почему-то под них Не очень Расслабляюсь Но мне хочется Сделать Вот это видео Очень ASMR Ну конечно Вот это Вот это Вот это И все Ох какой аромат Господи Господи Также У меня здесь лежит Кумин Зира Это приправа Для плова Просто здесь ее нет в коллекции, мне очень нравится эта специя, и я хотела бы ее тоже включить в этот ролик. Вообще, я знаю, многие плов любят довольно таким нейтральным по вкусу, то есть просто морковка брусочками, лук, мясо, рис и вот головка чеснока. Вот как-то многие зирой пренебрегают, я очень люблю плов именно с зирой, мне прям кажется, без зиры плов это просто рис с кашей. Это чисто мой вкус, вообще, в принципе, его в оригинале вроде бы добавляют. Вот, кстати, еще здесь нет в коллекции одной приправы. Честно говоря, стыдно признаться, я не помню, чем отличаются приправы от специй, но это не одно и то же, насколько я помню. Поэтому, возможно, я буду подменять понятия нечаянно во время своего монолога, но люди, которые в этом разбираются, прошу отнестись с пониманием. Я, опять же, не претендую на звание специалиста в этом деле. Попробуем потолочь. Честно говоря, мне хочется всем весом опереться, потому что здесь силы нужно достаточно много, но я боюсь, что у меня сейчас вся конструкция, которая у меня здесь собрана, подо мной, она просто рухнет от такой силы, и поэтому я это делаю на весу, а на весу довольно тяжело. Поэтому вы не против, если я не буду толочь в полной мере, а просто так помешаю? I swear. Если бы вы знали, какой аромат тут стоит. Ну-ка. М-м-м-м. В общем-то немного имбирь напоминает по вкусу. Какие-то нотки имбиря я чувствую, хотя я понимаю, что его тут нет. Ну ладно, оставляем перец в покое. Также здесь у меня кориандр. Кориандр. Я вообще его купила отдельно для видео, ну, во-первых, потому что его нет в коллекции. В принципе, это неудивительно, на самом деле специй и приправ так много. И если даже самые основные попробовать собрать, это будет очень большой такой стенд, поэтому неудивительно. Ну, честно говоря, кориандр я не очень люблю, просто его включила сюда, потому что, как по мне, это довольно популярный спец, очень распространенный. В него обычно в мясо добавляют, но мне почему-то не очень нравится, как он оттеняет вкус мяса. Еще здесь нет карри. Вот карри, наверное, моя, ну, одна из моих любимых приправ, специй. Опять же, я не помню, в чем разница. Да, я не очень подготовилась в этом плане, прошу меня извинять. Далее. Для свинины. Честно говоря, вообще не ем свинину. Единственное, может быть, ем, ну, в каких-то колбасах, а вот в чистом виде мяса нет. Просто я не люблю свинину. Для курицы. Вообще, мое самое любимое мясо, наверное, это утка. Ну, я вообще птицу тоже считаю мясом, поэтому, да, для меня утка это мясо. Утка, говядина и баранина. Для гриля. Для рыбы. Наверное, для заливного тоже. Подойдет, хотя, не факт. Для фарша. Вот, интересно, кстати, никогда не видела приправу, специю для фарша. Потому что, ну, тоже фарш, он ведь из разного мяса бывает. Приправа универсальная, довольно распространенная. Вот здесь есть, кстати, пометочки на некоторых колбочках без соли. Вот это очень важно указывать, потому что бывают специи с солью. И если их добавлять, то, соответственно, просто соли в чистом виде в блюда надо добавлять меньше. Капитан очевидность. Ну, просто иногда бывает не учитываешь, когда забываешь такой момент, что в специях тоже может быть соль в смеси специй. И помимо специй добавляешь еще соль, и получается очень солено. Нечаянно. Так, я сказала, что это для плова. Не знаю, честно, для меня для плова это соль, перец и зира. Иногда еще в плов нут добавляют, барбарис. Один раз такое ела, но, как по мне, немножко перебор. Для картофеля. Кто любит картофель? Я обожаю картофель. Нижний ряд сейчас будет самый сложный в плане дотягивания. Имбирь молотый. Конечно, имбирь универсальная специя. Подходит как для сладких, так и для соленых блюд. В чай его добавлять можно. Очень вкусно, кстати. Даже покупала смеси для имбирного чая. Чеснок молотый. Обожаю чеснок, кстати. Но больше я его как-то в чистом виде люблю, в свежем смысле. А, кориандр. Но здесь он молотый, а это в целом виде. Кстати, кориандр я обычно не видела в молотом. В основном именно в таком, в цельном виде. Интересно. Мексиканская. Смотрите, такая интересная. Напоминает колбасу. Вот есть такая колбаса, которую обваливают в такой вот приправе. Наверное, как раз в мексиканской, в такой прям крупной. Ну-ка. Вот так вот. АСМР. Такой маракасик. 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 Мексиканская. 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 Пока оставлю. Горчица в семенах. Никогда такого не видела. К своему удивлению. Тоже очень интересная. Такие два маракасика. Горчица, горчица. Это мексиканская, мексиканская АСМР Давайте немного визуальных триггеров Визуальные триггеры Хочу сделать это видео максимально АСМР Какая-то у меня раскоординация рук Вот паприка только не печеная, а копченая Будет интересно попробовать разницу между просто молотой паприкой и копченой Вот, кстати, никогда не видела, что паприка бывает разных видов Куркума Честно говоря, куркуму ее в основном используют как пищевой и натуральный краситель Потому что вкус она особо не дает Вот, например, для сырных крекеров она идеальна именно окрашивать в такой желтый цвет Это не химия, это натуральный краситель Очень так красочно выглядит в готовом блюде И при этом на вкус она особо не влияет Сванская соль Очень такая ароматная, хорошая приправа Вот лично я с ней ничего не готовила, но мне очень нравится, как она пахнет Так Вот такая у меня коллекция колбочек Также просто для антуража решила еще поставить вот такие маринады для, ну, маринад для мяса и приправу для рыбы И вот здесь такая мельница Тоже очень так будет асмрно немножко мельницей Пошалить Сейчас еще съем перчик Ладно, вы не против? Блин, я же сама испугалась, извините Так Какой аромат Послушайтесь в этот звук Ммм Какой аромат Давайте еще попробую потолочь Конечно, неудобно Потому что это надо прям всем весом наваливаться, но если я так сделаю, то вся хрупкая конструкция обрушится Поэтому я не буду рисковать Ну что ж, друзья, вот я продемонстрировала свою коллекцию специй, немножко поговорила о приправах и специях Конечно, я невольно подменяла понятия во время этого видео, но я не думаю, что меня прям смотрят профессионалы в специях, я сама не претендую на специалиста Это просто расслабляющее видео И надеюсь, вам оно понравилось и вызвало самый главный эффект мурашек, потому что это не ликбез Это просто разговоры на кухне, если можно так сказать Хотя я сейчас не на кухне, но вы поняли Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился ролик Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео Всем пока!